Библейский портал экзегет.ру представляет Первая Маковейская книга Я буду читать перевод для библейского портала экзегет, выполненный под редакцией Брагинской. Вот совсем недавно издана, очень хорошо издана такая фундаментальная научная книга с новым переводом. И нужно сказать несколько слов, конечно, как обычно самой Первой Маковейской, а заодно о Второй, о Третьей, между прочим, о Четвертой, которая отсутствует в наших Библиях, но существует в мире. Что это за книги? Они не канонические. То есть формально они не входят в состав Священного Писания, но входят в нашу Библию. Немножко странно, правда? Ну, так сложилось, что вот есть канонические книги Библии, они есть все для Ветхого Завета на еврейском языке, есть книги неканонические, они так и отмечены в православных изданиях, то есть они где-то на границе, все-таки внутри Библии, но не в самом ее центре, потому что они рассказывают о вещах менее значимых, чем, скажем, закон Моисеев или там исход из Египта или пророчество Исаии, потому что они, по сути дела, где-то на переходе от Писания к преданию. Но считается, что вот эти еще внутри Писания, они вот еще в составе библейского текста. И о чем повествуют эти книги? Вот очень такая важная общая у них тема – это жизнь народа Божьего в глобализированном мире. Вы спросите, какая глобализация, о чем еще Ветхий Завет у нас на дворе? Ну, смотрите, держава Александра Македонского была недолгой, она развалилась, это у нас IV век для нашей эры, после его смерти на несколько самостоятельных государств и, в частности, на селевкидскую державу, в ее состав изначально вошла территория Святой Земли, земли Израиля, Ильханаана. И вот эти эллинистические царства, как их называют, они были первым глобалистским проектом. То есть империи они не были первыми, до этого там были Ассирийская, Вавилонская, Персидская империя. Персидскую, кстати, победил Александр Македонский, и с этого началась такая заметная перемена. Но прежние империи, они не стремились переделать своих подданных. Они были очень жестокие иногда, выселяли народы, как ассирийцы в Вавилонине, истребляли их. Но эллинистические правители стремились всех постричь под одну гребенку, по крайней мере, внешне. Что там внутри себя делают эти народы, это абсолютно не важно. Но внешне они должны соответствовать нашему правильному эллинистическому образцу, он называется эллинизм. А к чему это привело? Вот об этом, собственно, и повествуют книги. Причем рассказывают очень разные эпизоды. И первая Маковейская книга, она такая историческая, она как раз предлагает взгляд правоверного иудея на эту самую историю эллинизма на Святой Земле. Вот после краткого предисловия давайте начнем читать. Да, ну и вопрос, кем и когда написано. Никто не знает, кем. Когда довольно просто определить, в самом конце II или в начале I века до н.э., то есть прямо вот накануне Нового Завета. Вот что было после того, как македонец Александр, сын Филиппа, разгромил, выступив из страны Хитим, разгромил Дария, царя Персов и Медиан, стал царем вместо него. Сначала в Элладе он развязал много воин, овладел крепостями и предал смерти царей земли. Дошел до пределов земли и завладел богатствами множества народов, и земля покоилась пред ним, а он возгорделся и превознесся сердцем. Ну, это, конечно, описание завоевания Александра Македонского. Он был исключительно популярен все средние века и в античности, я уж не говорю, да. Скажем, Александрия, это роман о его странствиях довольно фантастический. Он был одним из популярнейших произведений в Древней Руссии. Конечно, еще бы, или, скажем, Искандар, его восточное имя до сих пор живо, даже, кажется, некая ракета в российской армии носит его имя. Это Александр Македонский, Искандар. Вот. Ну, и о нем даже как-то неудобно плохо говорить, но Маковейская книга с этого начинает, первая Маковейская. Возгорделся. Он собрал огромную военную силу и высорился над странами, народами и властителями. Они стали платить ему дань. Но потом он слег и понял, что умирает. Вот вечный конец всех правителей, диктаторов и завоевателей. И созвал своих знатных слуг, совоспитанников своих с юности, еще при жизни разделил между ними свое царство. Всего про царство Александр 12 лет и умер. Его слуги стали правителями, каждый в своей месте. И после его смерти все они надели венцы, а после них их сыновья. И так продолжалось долгие годы. И они приумножили зло на земле. Вот описание этого самого эллинизма, с чего он начинается. С разделения царства Александра Македонского, с того, что каждый становится правителем своей области. И от них произошел корень зла. Антиоха Пифан, сын царя Антиоха. Это, соответственно, серивкицкая держава. Он был заложником в Риме, а царем стал в 137 году царство эллинов. Имеется в виду от завоеваний Александра Македонского. Ну, я не буду пересказать историю Антиоха Пифана, она нас не очень должна интересовать. А важно, что он понимается, как такой самый главный эллинистический царь, который принуждает народ Божий, принуждает Израиль прийти к единому образцу, к эллинизму. Что означает язычество? Вон и дни объявились у Израиля сыны-отступники и убедили многих такими речами. Давайте пойдем и заключим завет с язычниками вокруг нас. Ведь с тех пор, как мы от них отгородились, нас постигло много несчастья. Ну, то есть, давайте будем такими, как все народы. Да, вот давайте мы ничем не будем отличаться от прочих. И смотрите, вот великое царство Александра Македонского, его славные преемники, огромные державы. А мы тут кто? Жалкие провинциалы. Сидим в своей крохотной иудее. Лапу совсем нехорошо это. Давайте уподобимся всем остальным. И все бы хорошо, но только они язычники, а мы народ божий, говорят израильтяне. И любезные были эти речи. И тогда нашли среди народа такие, кто изъявил желание, отправился к царю, а он дал им право исполнять установление язычника. То есть, как всегда, все подобные реформы происходят по просьбам трудящихся. Не просто царь навязывает им свою программу глобализации и эллинизации, а они приходят и говорят, да-да-да, мы тоже хотим. И говорят, ну ладно, хотите, пожалуйста. Они построили в Иерусалиме гимнасии по обычаю язычников. Гимнасии – это что такое? Это, собственно, спортивный зал, где придаются физическим упражнениям. Что плохого? Но все-таки, все-таки гимнасия – это не заведение такое чисто спортивное. Оно связано с определенными традициями, с ритуалами языческими. В частности, например, там подростки занимаются голышом. Ну, так принято у эллинов. И это уже очень такое соблазнительное, возмутительное зрелище для, собственно, правоверных иудеев. Восстановили себе крайнюю плоть, то есть ликвидировали следы обрезания. Еще бы они занимаются обнаженными спортом рядом с греками, а те над ними смеются. Что это вы какие-то неправильные? Интересно, что действительно были медицинские операции по удалению последствий обрезания. По крайней мере, по скрытию максимальному этих последствий. Отступились от Святого Завета, пошли под эгоязычников и продались в рабство пороку. Вот смотрите, начинается все с занятий спортом. Всего лишь я не хочу сказать, что занятий спортом – это плохо. Антиоха, но они вписаны здесь, в этом эллинистическом государстве, в определенную культурную такую систему. Это не просто для развития тела, но это для всестороннего развития, что подразумевает, конечно, и отказ от такой традиционной формы жизни в иудаизме. И было царство уже целиком в руках Антиоха, и задумал он воцариться в земле Египта, чтобы стать царем двух царств. А в Египте правят Птолемеи, другая соперничающая держава, они все время делят такие пограничные территории, и Иудея как раз самая-самая из всех пограничных пограничная. Он вторгся в Египет с огромными полчищами, на колесницах, на слонах, со всадниками, с большим флотом, и начал войну против Птолемея царя Египта, и Птолемея отступил перед ним, обратился в бегство, и многие пали мертвыми. Войска Антиоха взяли укрепленные города в Египте, и он разграбил землю Египта. Разгромив Египет в 143 году, это все отчет от державы Александра Македонского, соответственно, это 169 год до нашей эры, вот это важная дата, 169 год до нашей эры, тут начинается все самое главное. И вот Антиох, победитель, возвращается с триумфом из Египта, это ненадолго, египтяне быстро оправятся, но он думает, что он их разгромил полностью. Антиох повернул назад, выступил против Израиля, он же проходит через Иудея, если посмотреть на карту, Египет южнее, он должен через Иудея пройти, выступил против Израиля и вступил в Иерусалим с огромными полчищами. Да, победитель, триумфатор, в надменности своей он вошел в Освятилище, во внутреннюю часть храма, изобрал золотой жертвенник, светильник со всеми его принадлежностями, стол предложения, сосуды для возлияний, чаши, золотые кадельницы, завесу, венки и содрал все золотые украшения с передней стены храма. Война очень дорогостоящая предприятие и в древности и сегодня, поэтому победитель-то он победитель, а денег-то у него нету. И самый простой способ пополнить казну, это немножечко пограбить свое собственное население. А то, что оно считает эти сосуды и принадлежности священными, храмовыми, это его проблема, думает антиох, не мои. Глубоко ошибается. Он забрал и серебро, и золото, и драгоценную утварь, забрал сокровища, данные на хранение, какие нашел. Сокровища имеется в виду, что банковской системы-то еще не было, ячеек для того, чтобы хранить там какие-нибудь свои сокровища. Поэтому относили в храм как в такое надежное место, где не воруют. Но оказалось, что храм зато пограбить удобно, если вдруг царю придет это в голову. И забрав все, он ушел в свою землю. Много крови было им пролито, и много надменных речей было сказано. Пролитая кровь, скорее всего, имеется в виду, что кто-то все-таки воспротивился. Не все так легко отдали. И плач великий поднялся повсюду в Израиле. Застонали вождей старейшины, поникли девицы и юноши, женщин, поблекла краса. Погребальную песню пел каждый жених, в брачном покое скорбела невеста. Содрогнулась земля заживущих на ней, и весь дом Иакова в стыд облачился. Дом Иакова, то есть народ Израиля. Вот тут такая прямо поэтическая в ветхозаветном стиле вставка. Через два года царь отправил в города Иуды своего главного сборщика податей. Ну, все та же самая программа. Вытрясти из населения побольше денег. Как одинаковы эти правители. И он пришел в Иерусалим с огромными полчищами. Но тогда просто не было других эффективных способов, кроме как силы отнимать. В своем коварстве он говорил им миролюбивые речи, они поверили ему. А он внезапно напал на город, сокрушительной силой ударил по нему и погубил множество народа Израиля. Он разграбил город, спалил его огнем и разрушил дома и стены вокруг города. Женщины и детей взяли в плен, завладели скотом. Женщин и детей в рабство можно продать. Город Давида они обнесли большой и мощной стеной с мощными башнями. Он стал для них крепостью. Вот эта крепость, которая потом будет такой вот постоянно раздражающей частью пейзажа Иерусалимского. Она выше храма и рядом с ним поставлена. Вот, соответственно, там будет сидеть гарнизон. Ну, потому что как вот держать Иерусалим в повиновении после всех этих безобразий? Только военные силы. Тогда более сложных методов не знали. Они разместили там грешное племя отступников и там укрепились. Они запаслись оружием и продовольствием. И собрав добычу, взятую в Иерусалиме, сложили ее там. И стала крепость страшной ловушкой. Внутри города стоит такой гарнизон оккупантов. К тому же еще в очень хорошо укрепленном месте. Она стала засадой святилища. Для Израиля лютым врагом неотступным. В круг святилища пролили кровь неповинную, а поганяли и само святилище. Из-за них и столицу покинули жители. Чудостранцев стала она обиталищем. Стала мачехой собственных отпрысков. И свои ее чадо покинули. Запустила святыня ее, как пустыня. Ее праздники стали рыданием, а субботы ее поношением. Ее честь обратилась в ничтожество. Сколько было в ней славы, столько воздвиглось бесчестие. А величие ее обратилось в скорбь. Вновь такая поэтическая вставка, такой плач о Иерусалиме, о святилище. А вот, ладно, ну пограбили в первый раз, что ли. Пограбили и ушли. Ну ладно, не все ушли, часть осталась и продолжают грабить, но в конце концов это только деньги. Ну хорошо, еще иногда убивают. И это даже можно стерпеть. Дальше начинается то, что нестерпимо абсолютно. И царь повелел всему своему царству, чтобы все стали одним народом и чтобы всяк оставил свои обычаи. На самом деле это, конечно, преувеличение. Ну не было такого, чтобы там люди не говорили на своем языке, не почитали своих богов. Ну смотрите, вообще для эллинистических правителей характерно стремление просто выровнять верхушку. То есть, чтобы все подданные, там каждый может дома, чего хочет, то и делает, но чтобы все подданные, по крайней мере, вот их высший слой говорили по-гречески, исполняли какие-то греческие обычаи, ритуалы, чтобы с ними можно было общаться на одном языке. Вообще-то нормальное желание, когда, например, в России надо знать русский язык и праздновать государственные праздники, в других странах то же самое, что оказалось бы в этом плохого. Но проблема именно в том, что тогда эти государственные праздники, они по своей сути языческие. Это не праздник, я не знаю, День Победы или что-то еще, День Победы над Египтом в данном случае, это там какие-нибудь Дионисии, Панафинеи, то есть празднества празднества в честь языческих богов. И все язычники повиновались царскому слову. А, собственно, им какая разница, они почитают множество богов, и, как правило, в таких случаях местные боги отождествлялись с греческими. Какой-нибудь фаал там, допустим, с Зевсом. Ну, какая разница, просто два разных названия, а суть-то примерно одна и та же. Израильтяне не могут. И многие от Израиля согласились на это его идолослужение, принесли жертву идолам и осквернили субботу. То есть кто-то на это все-таки поддался, даже не кто-то, а многие. Ну, потому что хочется жить, в конце концов. И хочется жить хорошо. Царь отправил гонцов со свитками Верусалима в города Иуды, приказав следовать обычаям чуждым для этой земли. А вот дальше совсем плохо. Запретить святилища всесожжения, жертвоприношения и возлияния, осквернить субботы и праздники, надругаться над святилищем и святыми, строить алтари и капища и кумирные, приносить жертву свиней и других нечистых животных, оставлять своих сыновей необрезанными, осквернить свои души всяческой нечистотой и мерзостью, чтобы забыли они закон и переменили все установления. А кто царя слушается, умрет. Ну вот ни в одном все-таки человеческом государстве не запрещают народам, меньшинствам, скажем, праздновать свои национальные праздники, отмечать свои какие-то обряды, обычаи, тем более исповедовать свою религию. Если это начинается, то, конечно, в общем, гражданская война неминуема, что и происходит иногда в некоторых местах. Но для Антиоха и Пифана кажется, что это все детские игрушки, в конце концов. Если те, кто вокруг него на это пошли, почему всем остальным не пойти? Вот вопрос об адекватности верховной власти. Она, порой, глядя на тех, кто ей, скажем так, льстит, она считает, что все такие. И впадает в очень большую ошибку. Вот какие слова разослал он по всему своему царству. Он назначил надзирателей над всем народом, а приказал городам Иуды одному за другим приносить эти жертвы. К ним стыкались многие из народа, все те, кто оставил закон и натворили злых дел на земле. То есть, да, вот не скрывает наш автор, что многие пошли на это, что это не только царь, это сами иудеи в том числе. К ним стыклись многие из народа, все те, кто оставил закон и натворили злых дел на земле, в тайные убежища загнали они Израиль во все пристанища, какие только были. Многие из народа, но это не Израиль. Израиль – те, кто сохранился. Вот факт принадлежности к этносу по рождению еще не означает принадлежности к народу Божьему. В 15-й день месяца Хасле в 145-го года они выстроили на жертвенники мерзость запустения в окрестных городах Иуды, выстроили алтаре. Жертвенник имеется в виду храмовый, и, соответственно, там мерзость запустения. Что это такое конкретно мы до конца, наверное, не знаем, но, очевидно, какое-то языческое сооружение, некий идол, например, или жертвенник для какого-то вот, и алтари, что такое, то есть места, где приносятся жертвы языческим богам. Перед дверьми домов на улицах они совершали воскурение, соответственно, языческим богам. Если находили книги закона, рвали их, сжигали на костре. Если находили у кого-нибудь книгу завета, и если кто-нибудь обнаружил приверженность закону, то указ царя обрекал его смерти. А вот здесь уже не просто пьяные солдаты убивают всех, кого попало, чтобы пограбить. Здесь уже государственная политика, и политика чудовищно жестокая. Вот до какого-то момента израильтяне частью соглашаются с этим, частью терпят. Но вот здесь чаша терпения уже переполняется. Месяц за месяцом чинили они такое насилие над Израилем, над всеми, кого заставали в городах. И в 25-й день месяца приносят жертву на алтаре, который был на жертвеннике, они, следуя приказу, предавали смерти женщин, обрезавших своих детей, подвешивали на шею младенцев, а их родных и тех, кто совершал обрезание, убивали. То есть, смотрите, вот самый-самый такой первый обряд, знак принадлежности к израильскому народу, обрезанием мальчиков, вот оно приводит к смерти всех причастных и самих младенцев тоже. Но многие в Израиле крепились и держались, чтобы не есть нечистого, и предпочитали и умереть, лишь бы не оскверниться пищей, не надругаться над Святым Заветом, и умирали. Да, великий страшный гнев пал на Израиль. И, кстати, это воспринимается все-таки как гнев Божий, а не просто как, ну, жестокость Антиоха, хотя не сказано Божий, да, но вот что-то такое есть выше Антиоха Епифана. Неужели они будут дальше это все терпеть? Конечно, нет, об этом будет вторая глава.